добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи фьючерсы ирина булыгина и александр литвиненко и с нами ирина александр приветствуем вас друзья всем привет здравствуйте уважаемые участники здравствуйте игорь сегодня у нас со связью все хорошо и мы вас услышим и видим отлично потому что этот язык жестов мы в принципе понимали что вы говорили что-то читалось по губам но хотелось спасибо большое жизнь в жизнь бывает так что в соседнем офисе иногда начинают ремонт поэтому мне приходится одеть наушники а те шумы оттуда ушли просто мне показалось что вы наверное были в эти выходные на какой-то дискотеке и вам не понравился джей вы отжали в него ну это было бы это было бы более приятное объяснение чем ремонт ну что друзья двигаемся дальше вам слово хорошо ну что ж начнем с главного индекса рынка портс это фьючерс ртс как мы видим уже отмечен у нас уровень 85 который выступает у нас как зеркальным уровнем так и раз два вот три третий раз поддержкой на этой неделе да и возможно если инструмент еще раз делать вот такой вот ложный кипробой сейчас мы увеличим чтобы было вид возможно после такого инструмент сможет еще раз протестировать свои максимальные точки то есть х и в районе восемьдесят девять семьсот может быть восемьдесят девять с половиной не берусь брать точный прогноз по цифрам вот но рассчитано то что и исходя из того как держит сильно данный уровень и то как объемы подкрепляет этот уровень можем рассчитывать это восходящее движение но вы знаете что всегда есть несколько сценариев по инструменту и если лонговый сценарий не отрабатывает и мы увидим пробой данного уровня закрепления ниже конечно же стоит рассчитывать на то что инструмент может сходить в район восемьдесят трех с половиной то восемьдесят три четыреста да и уже дальше смотреть по ситуации как будет развиваться событие это может быть район опять же восьмидесяти тысяч что стоит добавить на самом деле ребята что накопление в ртс было да было пять недель мы саша об этом говорили неоднократно и довольно-таки сильный тренд инструмент без откат нашел четырнадцать тысяч пунктов движение от 75 там 76 тысяч то почти 90 14 тысяч соответственно откат ним просто напрашивался это зона где произошла остановка очень скром так правильная зона потому что 85 является сильным уровнем как на часовике так и на дневном таймфрейме соответственно данная зона привлекательна для входа бланк-блонг но действительно со стопом только за лоу этой базы если мы пробьем ниже скорее всего цена уйдет вниз что еще хотелось бы добавить ребята в целом если кто смотрел smart lab я выкладывала вчера наше мнение по фьючерсу в целом более среднесрочно и данное накопление нескольких недель мы можем увидеть с продолжением тренда в диапазон 100 тысяч пунктов но конечно это будет не за день даже не за неделю фьючерс у нас экспирируется в декабре через два месяца и данный прогноз больше основан на два месяца вперед то есть текущий фьючерс еще может обновить хай и конечно же будет на это сигналом удержание базы первые пробой и закрепление выше 90 тысяч то есть целом и настроены пока побычи но внимательно следим за уровнем 85 но мы не в плане того что мы быкуем а в том что мы настроены налог идем в нефть посмотрим потому что вчера много было давай 11 15 дело в том что не стоит забывать что по нефти скоро будет экспирация по контракту 10 15 и скорее всего конечно же завтра 15 шла давай 10 15 еще рассмотрим да еще рассмотрим так как он торгуется уровень 50 не удержали сильный уровень который смотрелся вчера еще в моменте как поддержка принимали его на объемах моменте выкупили но на вечерке все это движение слили пока данный момент по данному инструменту находимся вне позиции будем смотреть за развитием сценария но до экспирации я думаю что делать не мне чего будем смотреть уже числа 16 18 как будет выглядеть картина уже на новом фьючерсе единственное что хотелось добавить данным инструментом нам удалось заработать от данной точке вот вы все знаете да у нас был про это у меня был сорока девяти потому что ребята видели выкладывала сделку свою 6 октября сорока девяти и закрывались практически на хаю но единственное чем мы расстроены это тем что вот это длительное накопление которое происходило в течение практически всего месяца сентября до произошел выход обычно мы знаем если сильная консолидация идет очень сильное движение в ту или иную сторону данном случае это был он вверх и расстроил тот факт что это накопление было только ради четырех долларов и мы действительно были немножко удивлены потому что рассчитываем на движение чуть-чуть масштабнее чуть-чуть сильнее даже в район как минимум 55 сначала и дальше это в район 60 долларов это было была хорошая кульминация всего этого накопления но тем не менее сейчас инструмент возвращается свой рабочий рейндж до который мы видели весь сентябрь но теперь мы переключаемся на новый контракт и посмотрим что то что все таки потихонечку происходит перекладочка в контракт мы видим появились объемы буквально два дня назад но они пока еще не существенные сейчас инструмент первую очередь все-таки двигается к своей остановочке наверное все продолжится негативным пони то мы двигаться в район 48 долларов по новому контракту да у нас сверху мы видим есть неплохое сопротивление в районе 50 нового доллара которым мы оттолкнулись дважды вот видите раз пошли продажи второй раз был ложный и пробили пошли вниз что ж будем наблюдать за развитием событий пока четких сигналов действию мы не даем потому что находятся сами вне позиции ожидаем остановку в районе 48 либо же уже будет смотреться лонг не лонг прошу прощения развитие ситуации выше 51 доллар чтобы понимать как будут развиваться дальше события идем дальше пара рубль доллар пара рубль доллар очень замечательно отколкнулась прошлой неделе да у нас мы видим 62 правильно 62 это сопротивление которое мы с вами неоднократно рассматривали это было во первых 63 район 63 да и район 64 150 сейчас мы подошли к данной зоне и нас идет борьба борьба за данный уровень и исходя из того кто победит мы увидим либо продолжение коррекционного движения наверх либо уже откат и снова мы пойдем по тренду вниз дальше первые цели от 64 если мы будем рассматривать шорт это будет остановка 63 и зона 62 где была глобальная остановка после которого произошел отскок если инструмент пробивает 64 там уже теперь 64 200 64 300 закрепляется выше то мы можем рассчитывать на движение которое может оцениваться в зоне 66 половины ну я бы отметила все таки еще район 65 тысяч уровень в принципе промежуточный но может тоже себя отработать и данном случае 65 тысяч будет 50 процентов после сильного движения то есть движение 68-62 нисходящий тренд и 65 будет это зона 50 процентного отката соответственно может быть мы в этой зоне и увидим остановку пока таких сильных признаков нет на остановочку движения слабенько но продолжается в исходящий но в целом на больших таймфреймах нисходящий скрыта глобально такой не сломлен сейчас идет локальный отскок сбербанк сбербанк мы увидели движение от 7 с половиной в район 8 800 все это движение составила я посчитал это составило порядка 17 процентов стоимость инструмента до за буквально неделю это абсолютно нормально сейчас инструмент остановился и мы наблюдаем что в нем будет происходить почему не предпринимаем никаких либо действий потому что у нас есть уровень во первых восемь с половиной ощущение вот у нас есть восемь с половиной который выступал остановка но сейчас инструмент в основном старается консолидироваться чуть чуть повыше да у нас зона находится где-то в районе 8 550 также сверху у нас есть отчетливое сопротивление в районе 8 800 и конечно же границы которые не пробивали это зона там районе 8 700 чуть ниже для того чтобы понимать куда инструмент будет двигаться дальше мы должны дождаться именно либо работы в канале да то есть от нижней границы к верхней либо уже при выходе из данного диапазона мы будем четко знать куда сможет идти инструмент в целом понимаем что по фьючерсу это 8 600 значит там 85 86 рублей по акции и запас входа в инструменте есть целом помним отметку все 105 110 рублей сбербанка было соответственно россии есть куда но не сильно нравится нам что такой уровень а уже уже очень он ровный же очень он красивый налог то есть тренд не сломлено идет остановка скажем так накопление очередное но ходить от него немножко не то что страшновато просто слишком очевидно очевидно в чем подвох да вот если в газпроме ситуация немножко другая мы посмотрим мы видим что газпроме была коррекция удержали определенный уровень это уровень 114 130 150 примерно да мы видим что четко техника отработал мы видим еще одну остановочку еще один тест и тренд в принципе нас продолжается мы это видимо то сбербанке картину ножку другая вот хотелось бы такого теста тоже увидеть возможно его не будет стоит отметить что у нас в районе 14 800 есть сопротивление куда инструмент может все таки еще раз и дойти поэтому вот такие подкаты да мы отметим для себя зону 14 300 может послужить хорошей точкой входа с целью 14 800 запас хода получается нас 500 пунктов даже если при самом негативном сценарии постановке стопа у вас будет 150 пунктов это практически один десяти который вы можете забрать поэтому друзья если вы найдете очень отличную точку входа там от 14 30 дай бог чтобы она туда еще расходила мы могли зайти все можно рассчитывать на движение в район 14 800 ну принципе глобально у нас пока локально локальный тренд у нас вверх да и мы можем все таки еще еще продвинуться наверх немножко 15 15 300 400 где-то так а мы уже смотреть смотрим дальше золото какие же у нас сейчас сценарии по золото мы видим что дневной график не очень негативно но тем не менее тенденция у нас лонговая восходящая да и с большими коррекционными движениями как мы видим видите коррекционные движения все таки двигается наверх если посмотреть несколько не фьючерса посмотреть спотовый рынок то есть уровень в районе 1200 1200 там где все таки мы можем найти остановку сопротивления и зону с которой опять начнутся продажи то есть у нас запас хода в инструменте остался буквально там 20 25 долларов в целом тенденция восходящая сохраняется но инструмент не очень просто торговать и если у вас конечно получится поймать хороший откат для того чтобы зайти в лонг можно пробовать но я думаю откат может быть не в район 65 и в район 60 поэтому будем наблюдать втб втб опять же проявил себя как всегда скажем так он внезапно начал расти потихонечку и пошел трендово наверх движение составило порядка 1200 пунктов от нижней границы которую мы отметили в районе 6 800 мы видим это отчетливо погрешностями так и сходил аж в район 8000 где мы встретили сопротивление последние два дня в общем то наблюдается небольшая остановка коррекция и это в принципе хорошо и замечательно потому что когда инструмент растет безоткатно очень сложно на ходу влазить него то есть не поймешь где будет остановка вот мы видим точную остановку 7750 то поддержка такой локальный такой уровень поддержки на котором можно тоже пробовать ходить лонг и где ясно понятно где ставить стоп и также нас рассчитанный потенциал зона 8000 что тоже позволяет нам заходить и позиции и ставить стоп даже чуть-чуть повыше потому что движение идет по тренду пока тенденция не сломлена мы можем продолжать отталкиваться от лонга лукойл что нам демонстрирует лукойл лукойл после своего мы знаем затяжного падения за последнюю неделю за последние пять дней которые были роста очень хорошо и сильно сходил в зону где-то зона 24 600 как мы видим сопротивление после чего произошла небольшая коррекция это пределах нормы почему потому что безоткатно расти так вот видите да минимум как это маленькое распределение по инструменту которое произошло свечи увеличивались да что говорило было сигналом тому что здесь наверное надо будет фиксировать как минимум часть большую часть позиции для того чтобы снять себе риски потому что инструмент после отката прошел хорошо сейчас мы уперлись в поддержку которая находится у нас в зоне 23 с половиной и этот уровень может выступать ключевым для открытия лонговых позиций если инструмент продолжит свое восходящее движение я говорю если потому что если уровень данных будет пробит то тогда лонговый сценарий отменяется и уже будет смотреть в положенную сторону в целом поддержка хорошая отлично евро доллар евро доллар пробил свой уровень 13 с копеечкой 13 10 пробил уровень 1.14 и мы знаем что сверху у нас есть очень важное сопротивление в зоне 1.14.70 и 1.14.80 к которому инструмент медленно но очень уверенно идет и вот данный уровень пробой закрепление выше этого уровня будет как раз сигнал на то что можно будет ходить в лонг а ты показал только часовик у тебя не видно да более глобальный я на гневке показал да в гневочке мы подходим на самом деле уровень который будет для лонга интересен даже выше 1.16.5 если же мы увидим действительно пробой закрепления данного уровня можно будет сидеть с целями 1.22 то есть в подневке есть такой уровень который даст до работы пока мы плавненько плавненько подходим и рядышком есть опять сопротивление 14.80 в инструменты не входим потому что запасы прибыли слишком маленький зонга но она шорт пока нет сигнала поэтому будем смотреть что с этой зоны будет происходить также хочется отметить что есть у нас такой появился инструмент для торговли как мини фьючерс ММВВ да вот так его называют да Микс МХИ ай да который кстати я заметил что он недорогой да и входит в пределах там своей границы какой-то да вот посмотрите раз потом у нас есть уровень который стоит отметить вот я отмечал для себя сегодня утро это район 17.50 в котором мы откололим если мы его пробьем то он сходит там на 1.66 в принципе для анализа он очень предсказуемый насколько я смотрю мы пока его не торгуем активно но присматриваем присматриваться для того чтобы понять какой воду инструмента как он себя ведет как он какое демонстрирует поведение возле уровней и уже будем присматриваться для торговли потому что он действительно недорогой здесь можно взять и хорошую хорошую позицию и на маленькие даже микродвижения там заработать внутренне в общем то в нем уже появляется ликвидность и это хорошо потому что самое важное чтобы была ликвидность в инструменте чтобы его торговать она в общем то есть я читала вопрос по поводу нефти а что тут комментировать вы заработали сделали тренд трейд заработали молодец что комментировать так ну что у нас принципе с анализом все игорь включаетесь пожалуйста да я здесь конечно я тоже я слышу пластинки все нормально нет сейчас нормально слышно я имею ввиду это шип пластинки диджеевской ясненько парни да я читаю активно сегодня этот наш чат реагирует кто-то согласен кто-то нет это обычное дело вопроса у меня собственно вопросы в основном по нефти насколько я понял вы вне позиции оба сейчас да понятно да сейчас не позиции вчера была попытка войти в лонг вот 50 но я описывала на смарт-лабе что риск идет за 49-46 здесь и пробивает данную цену выход по стопу и вне позиции находимся поэтому сейчас вне позиции и не будем заходить пока не будет уже нормальных объемов на новый квадрат старый который сейчас будет экспирироваться 10-15 мы не торгуем а 11-15 будем рассматривать уже там 16-18 числа если будет интересная картина для входа я понял у меня собственно очень практический вопрос что для вас будет убедительно какое движение вниз будет вам для вас убеждением чтобы и основанием для входа в шорт игорь смотрите в принципе накопление в инструменте может происходить очень долго я пока не сужу давайте переключим 11-15 еще раз включим график давайте если смотреть на контракт 11-15 шортить я его буду только после закрепления цены ниже 48 то есть когда у меня будет подтверждение того что вся база которая накапливалась несколько недель это был не лонг а шорт только когда цена закрепится на дневном темпе ниже 48 я буду открывать шорт и там потенциал словно там 30 долларов есть там такие циферки куда может сходить целом у меня пока сценарий все равно остается глобально лонговый и мы можем есть еще возможность ходить наверх будем смотреть на развитие событий я вам сказал то есть шорт у меня будет только ниже 48 да понял вас это ровно то о чем я вас спрашивал и как ориентир мы будем тоже иметь себя его в голове все останавливаем тогда демонстрацию на стола конечно нефть и соответственно доллар рубль две истории на которые сегодня и завтра это будет будут центре внимания все внимательно смотрим ну что ж увидим в скором времени нефть куда-то я уверен в ближайшие дни двинется это точно спасибо большое ирина спасибо александр удачи вам на рынке спасибо и вам хорошего дня всего доброго до свидания